Добрый день, дорогие друзья! С вами Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Приветствую вас на своем канале. Друзья, всем нам известно, что вот уже около полутора лет, как трагедия 16-летнего Влада Бахова, бесследно пропавшего с молодежной тусовки в лесу под Демидовым 6 апреля прошлого 2019-го, является душевной болью и испанским стыдом для миллионов людей во всем мире. Нам больно, потому что мы сочувствуем, сопереживаем безмерному горю родных и близких Влада, ужасаемся тому, что с ним произошло. И стыдно нам от того, что за все эти 17 месяцев следователи, которым мы с вами, друзья, платим немалые зарплаты, не продвинулись в деле Влада ни на сантиметр. Все виновные убийстве Влада, сокрытие следов и улик преступления, фальсификации доказательств и в прочих преступлениях, сопутствующих этой трагедии, по-прежнему сидят в своих креслах, а то и в высоких начальственных креслах. А мы продолжаем платить им зарплаты, учить в различных учебных заведениях их детишек, доверяем им оружие и человеческие жизни, по крайней мере, судьбы людей. В этом, как мне кажется, есть немалая доля вины и руководства нашей области. Мы все уповали на то, что вот оно сейчас на этих выборах сменится, может быть, и дело Влада Бахова будет сдвинуто с мертвой точки и, наконец-то, будет раскрыто, а виновные понесут заслуженное наказание. Однако, я вынужден вам сообщить, что на выборах, которые состояли с 11 по 13 сентября, буквально вчера 13 сентября, закончились. Как показал предварительный подсчет голосов, я пока о предварительном говорю, с большим отрывом победил возглавлявший Смоленщину последние 8 лет Алексей Владимирович Островский, яркий представитель ЛДПР, либерально-демократической партии России. Как радостно протрубила сегодня с утречка областная газета «Рабочий путь», убедительную победу в первом туре одержал нынешний глава региона Алексей Островский. За него отдали голоса 70 124 смолянина. Это 61,81% от общего числа проголосовавших жителей области. Я сильно сомневаюсь в том, что эту победу можно назвать убедительной. И вот почему, судите сами, на Смоленщине на 1 июля нынешнего 2020 года было учтено 756 606 избирателей. Ну, это люди от 18 лет. От 18 лет. Если отнять от этого числа количество проголосовавших за Островского, то мы увидим, что 686 482 избирателя фактически за него не проголосовали. Не проголосовали за того, не без участия которого экономика Смоленщины и уровень жизни населения нашей области опустились ниже Плинтуса. Что и говорить, друзья. Конечно же, мы сами во всем виноваты. В таких результатах выборов тоже. Ибо процент явки у нас, как говорят, ну, было 27%. Сейчас я не знаю на сегодняшнюю минуту какой. Но был нижайший в России. А сегодня, может, скажут, что один из самых низких по России. Снова мы, как говорится, впереди России всей, но сзади. Ну да ладно, друзья. Не стоит после драки кулаками махать. И с этим нам придется жить еще на как минимум 4 годика. А вот о деле Влада Бахова, я думаю, сказать стоит. С апреля 2019 по январь 2020 года Уголовное дело об убийстве Влада Бахова находилось в производстве следователей Управления Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области. За это время, друзья, особенно на первой стадии расследования, когда должны были изыматься и закрепляться следы, вещественные и иные доказательства, В результате попустительства, халатности, а то и, я не скрываю этого и не боюсь этого слова сказать, а то и злого умысла должностных лиц был утрачен целый ряд важнейших улик и доказательств. Появился, откуда ни возьмись, во время встречи Бастрыкина с матерью Влада, появился какой-то скелет непонятный, который поспешно объявили останками Влада, а череп потом при экспертизе в Москве оказался принадлежащим более чем 70-летнему старцу. Появился вдруг, откуда ни возьмись, на том месте, которое много раз туда-сюда проходили поисковики, снимок тела якобы Влада Бахова, сделанный с дрона и так далее, и тому подобное. Кому же, как не губернатору нашей области, Островскому, надо было с учетом огромного... Ну, я не говорю там о прокурорах, о руководителе Следственного комитета, об их вышестоящем начальстве, я говорю о нашей области и ее руководителе, который до всего должен доходить. Кому же, как не Островскому, надо было с учетом огромного общественного резонанса не только в Демидовском районе, не только в нашей области, не только в России, но далеко за ее пределами. Русскоязычные неравнодушные люди со всего света, даже из Японии мне пишут, вы не поверите, даже из Японии. А как там с делом Влада Бахова вашего? Финляндия, Германия, страны Балтии, все бывшие государства, входящие в Советский Союз, Америка, да я не буду перечислять, у меня есть целый огромный список географии, географии тех, где живут, будем так говорить, наблюдатели и оценщики деятельности наших правоохранителей. Так, спрос, контроль и спрос, больше ничего. И не надо самому каждый день листать это уголовное дело. Раз в неделю в определенное время определенному своему помощнику или там заместителю, начальника следственного управления являться с докладом по делу Влада Бахова. Ничего подобного не было сделано. И, и, еще одно жирное пятно появилось, позорное, на мундире Следственного комитета, управления Следственного комитета по Смоленской области. это в связи с тем, что дело Влада Бахова, председатель Следственного комитета России, Бастрыкин, вынужден был истребовать в Москву и там сейчас проводится расследование. Правда, уже тоже в замедленном, так сказать, действии, но, извините меня, когда я же говорил, на первоначальных этапах за эти 17 месяцев было утрачено все, что только можно. И сейчас это по крупицам, по крупицам восстанавливается московскими следователями. А далее, друзья, я хочу рассказать вам одну страшную вещь. Никак, думаю, и надеюсь, не связанную, естественно, с нашим губернатором, но очень даже мы сейчас увидим связанную с его родной партией ЛДПР. Ладно, ребята, мы с горькой усмешечкой иронично с юморком порой встречаем отдельные перлы, выходящие из-под пера российских законодателей, в том числе ЛДПРовцев, их фракция, так сказать, вторая в Госдуме по величине после ядросов. Так вот, помнится, первым помнится, вот я вспоминаю, значит, и не надо напрягать ум, потому что все, так сказать, здесь под рукой, под этой черепной лысой коробкой, не надо листать страницы интернета, так сказать, или еще что-то, поминальники. Я вспоминаю, просто, я себе спросил, а какие же вот нелепые законы, так сказать, на слуху у тебя, Евгений Владимирович, и тут же вспомнил, первым нормативным актом, который вышел из Госдумы, уже готовеньким, когда народные избранники вернулись со своих летних каникул, из своих куршевелей, из Ниц, прилетели там с Манил, там, или сейшевских каких-нибудь островов, в Москву, которая задыхалась в то время от страшного смога, и не знали, что делать, что делать, люди на улицах в обморок падали, это было вызвано горением торфяников, так первый закон вышел не о борьбе с такими пожарами, не о том, какие силы и средства, значит, кинуть, не о возврате, так сказать, ну, разогнанной службы леснической, там, еще какой-то пожарно-технической, а это был закон о защите пчел, пчелы, конечно, нуждаются в защите, ну, а люди? Мы помним также дебиловатый, я называю вещи своими языками, своим языком, яйцелобые какие-то, яйцелобые кто-то его изобрел, позволяющий закон, позволяющий нам, россиянам, бесплатно, и бесштрафно собирать валежник, валежник, тот самый валежник, который в любые времена какие-нибудь бабушки, дедушки из близлежащей деревни, даже при помещике, шли и собирали в узел и за спиной несли на растопку своих печурок, чтобы не замерзнуть зимой, а нам высочайшим указом законом за подписью председателя Госдумы, председателя Совета Федерации и в конечном итоге самого президента дозволили собирать хрустящий под ногами валежник, но только лежащий, а если это валежина стоит, то уже штрафчик и нехилый, только когда упала и сгнила. Берите, ребята, очищайте родной лес. Вот, мы помним также нашумевшую валуевскую поправку, ну валуевскую, там четверо было инициаторов, один из них известный охотник Чингачгук Валуев, Валуев, Боксер, Боксер, поправочку внесенную, кажется, закон там об охоте, что-то такое, разрешающую садистски, не побоюсь этого слова, расстреливать зверье в вольерах и загонах. Ну, вы представляете себе эту охоту? Ну, ну, я знаю, там, Леонид Ильич баловался, чтобы не бегать, не ломиться по кустам, так сказать, он стоял там в домике в этом, на него выгоняли там кабана или лося, пук, но это все равно было в лесу. Даже небожители тех времен не могли себе представить, как это за колючей проволокой или проволокой, по которой ток пропущен, будет бегать дичь, а они будут сидеть, значит, за стеночкой, ну, считай, в укрытии, где ветерок не дует, а может даже, значит, ножки там в тепле и щелкать, значит, пробегающих мимо животных, диких животных, которые изъяли из природы и загнали вот для их удовольствия в такие вольеры и загоны. Тьфу на вас! Помним мы, друзья, и странноватую поправочку Конституции, вот последние поправки мы с вами, так сказать, дружно пошли, там приняли больше 200 поправок, но я не буду о каждой рассказывать, каждый, кто хочет, может залезть, значит, уже эту вступившую в силу Конституцию и почитать, и почитать, но я помню, мне одна очень понравилась, одна очень понравилась, которая открыла мне глаза на то, что брак это не что иное, как союз между мужчиной и женщиной. Ну, друзья мои, что это такое? Я тут сейчас вот сидя здесь вспомяну, что когда я учился в Волгоградской высшей следственной школе МВД СССР, мы изучали законодательство КАП-стран и законодательство соц. стран, в том числе уголовная административная. Так вот, я вам хочу сказать, что Монголии, как я сейчас помню, в те времена, сейчас не знаю, а в те времена за изнасилование женщины давали 15 суток, а за изнасилование животного, коровы, лошади и так далее, ну, скотроводство по-нашему, до 15 лет лишения свободы. А у нас теперь в Конституции написано, что только между мужчиной и женщиной, а не между скотиной, какой-то, так сказать, наш брак должен быть заключен. Мы помним так же, как Владимир Вольфович ратовал с высокой трибуны за разрешение россиянам иметь аж до четырех жен. А что, если человек может, он говорил, пускай четыре жены у него будет. Многоженство разрешить в России, вот и все. А наши традиции, так сказать, и традиции, тем более, закрепленные в церкви, в христианстве, ну, гаремы, так сказать, не у нас, или где гаремы, там не мы. И эта песня, так сказать, не о нас. Если бы я был султан, я бы имел трех жен, а тут даже четырех, то есть ты уже не султан, а на какой-нибудь там повыше. Ну, ладно, над всем этим можно, друзья, только весело посмеяться. Но вот на глаза мне попался очень и очень серьезный документ. Правда, не первая свежесть. Оказывается, в октябре 2012 года, ну, 8 лет назад, а что там такое, депутатами от ЛДПР, вице-спикером, но он тогда не был, наверное, Госдума, Игорем Лебедевым, кстати, сыном Жириновского, и Сергеем Ивановым вносился на рассмотрение Госдумы законопроект, о внесении изменений в статью 16 Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Какие же изменения предлагали внести эти уважаемые кое-кем или всеми народные избранники? нервных нервных я прошу сразу удалиться, а остальных присесть, вот как я на стул, кресло, на диванчик и крепко держаться обеими руками. Итак, я читаю законопроект. Статья 1 Внести в статью 16 Федерального закона о свободе совести и религиозных объединениях изменения, дополнить ее пунктом 2.1 следующего содержания. Молитвенный обряд, а также религиозные обряды, сопряженные с насильственными действиями в отношении человека или животного беспрепятственно совершаются. Насильственные действия законодательно разрешается беспрепятственно совершать где? В культовых зданиях и сооружениях, в местах и объектах специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания, паломничества в скобках, учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, а также почитания в жилых помещениях, вот у меня в квартире, так сказать, давайте сейчас обряд жертвоприношения будем, а я знаю, кого я принесу жертву первого, но не скажу пока, а то посадят. В иных местах совершение молитвного обряда, а также религиозных обрядов, сопряженных с насильственными действиями в отношении человека или животного осуществляется, тоже осуществляется в других местах, но в порядке установленным нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации, то есть в какой-то республике там или в какой-то области там Смоленской, значит, еще могут добавить какие-то места, что можно, значит, в поле, в лесу, в туалете, на помойке, в подвале, на чердаке и так далее совершать жертвоприношения человеческие и людьми, людей приносить жертву насильственным путем или животных, а можно вместе, так сказать, людей и животных. И статья вторая, здесь административная ответственность за правонарушения, за правонарушения, которые выражаются, значит, в нарушении того, чего было сказано. Статья 20.30, дополнить кодекс административных правонарушениях, нарушение установленного порядка совершения молитвного обряда, а также религиозных обрядов, сейчас вот это страшно, сопряженных с насильственными действиями в отношении человека или животного. Я думаю, человек или животное это писал. Нарушение установленного порядка влечет наложение административного штрафа в размере на граждан от 500 рублей до 1000 рублей на организаторов, которые организовали все это побоище, в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Классно. Я не помню в 2012 году, так сказать, что можно было купить, но, наверное, инфляция произошла, но 500 рублей все равно, так сказать, за такие делища, делишки, связанные с кровью и насилием. А дальше то же самое вблизи, ну, опять же, обряды эти, но произведенные вблизи от детских учреждений. А? Если это еще повлекло нарушение общественного порядка или создало угрозу безопасности населения. Ну, представляете, я возле восьмой школы, где мой сын учился, вышел, так сказать, барана за ноги несу, встал посередине от проезжей части, угрожая безопасности населения, безопасности дорожного движения рядом со школой, так сказать, и барана этого, извиняюсь, прикончил. Ну, на шашлык, допустим. А говорю, что это обряд я совершаю, так сказать, вот я жертвоприношение своему богу приношу. Так это для меня бы обошлось штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей или арестом на срок до пятнадцати суток. Бери в карман тысячу или две, иди и совершай обряд к детскому саду, кислям, к школе и так далее и тому подобное. О, нет, плевать не буду, это компьютер у меня уже весь, так сказать, заплеванный. Вот такие дела. Друзья, я все ваше возмущение понимаю, только не надо думать, что предложившие эти страшные вещи люди рехнулись умом, как говорится. Нет, никто не рехнулся, друзья. 48-летний Игорь Вольфович Лебедев, это сейчас ему 48, ну тогда был помоложе на 8 лет, 40-летний, юрист по образованию, кандидат социологических и доктор исторических наук, я не смотрел, когда он защищался, но вот сейчас, он сейчас зампредседателя Госдумы, он хороший семьянин, имеющий жену и двух прекрасно воспитанных и образованных детишек, сыновей. Вот, а Сергею Владимировичу Иванову сейчас 51 год, отнимите 8, значит, было, он педагог, историк, член счетной комиссии Госдумы и комитета по госстроительству и законодательству. Государственное строительство, это не то, что кирпичи класть и цементом поливать, это речь идет о государственном строительстве. Оба они, как я уже говорил, члены ЛДПР. Как вы считаете, друзья, друзья мои, рассматривался ли этот законопроект, на Думской фракции ЛДПР, на заседании фракции. В частности, давал ли на него добро Аксакал Госдум, уже 28, кажется, лет сидящий в Госдуме, отец Игоря Лебедева Владимир Вольфович Жириновский. Я лично думаю, что с Вольфовичем согласовывался даже не то, что уже готовый документ, а и первоначальная задумка согласовывалась. А может быть, она от него и исходила. Чем, черт не шутит? Чем Вольфович не шутит? Вот. Что-то со зрением. Как бы там ни было, но зловещий законопроект был рожден в недрах ЛДПР. И закружило, после этого понесло. Законопроект поступил к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину. Тот направил его в Совет Госдумы на рассмотрение. Там принято решение с приписочкой под заголовком в части регулирования порядка совершения религиозных обрядов, сопряженных с насилием насильными действиями в отношении человека или животного. То есть можно не считать вот эту приписочку под заголовком прочитать и ясно о чем там содержание. Это представьте себе не решение о выбросе этого проекта в мусорную урну или еще о сожжении, а решение о его дальнейшем продвижении. Продвижение. Госсовет назначил ответственного это Комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций и соисполнителем назначен был Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству. Вот в программу был включен рассмотрение на весенние сессии 2013 года это законопроект в первом чтении направлен он во все комитеты во все фракции и и так далее во все законодательные органы для того чтобы оттуда пришли отзывы отклики заключения и так далее ну и вот и вот уже следом потом уже Комитет Государственной Думы по делам это я для чего говорю чтобы видно было какая огромная работа проделана и вот уже Комитет Государственной Думы по делам общественных объединений религиозных организаций пишет свое заключение что Комитет считает указанный законопроект соответствующим Конституции Российской Федерации и предлагает его принять к рассмотрению Госдумой то есть ребята вы чего пусть режут так сказать людей животных так сказать чем больше зарежут тем меньше пенсии платить так сказать меньше народу больше кислороду госдума назначает рассмотрение проекта к слушанию в первом чтении а правовое управление выдает для этого чтения для первого чтения заключение о том послушайте что этот проект не соответствует положениям статьи 21 конституции согласно которым никто не должен подвергаться пыткам насилию другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению а что Владимир Вольфович или его сын Лебедев или этот Иванов Сергей они что не знают конституцию не держат у себя в качестве настольной книги не листают ее так сказать как я например сидя в туалете наверное нет не листают вот и наконец комитет Госдумы по конституционному законодательству также не поддерживает этот проект казалось бы ну все вопрос исчерпан выкидывай его на помойку это законопроект сжигай его к чертям рви на мелкие клочки кидая в эту машину которая режет бумаги и все будет нормально да нет он еще полтора года друзья гуляет по коридорам власти в надежде так сказать где-то зацепиться и чтобы он все-таки был принят и лишь 1 июня 2015 года посмотрите в 15 часов 53 минуты отзывается инициаторами проекта то есть Лебедевым и Ивановым Ивановым а 8 июня вот через недельку уже того же 15 года снимается с рассмотрения государственной думы снимается все вопрос исчерпан и кладется он пылится на полке архива вот за что мы ребята за что мы друзья платим космические зарплаты раздаем прочие преференции своим этим избранникам и вот какими делишками они занимаются в рабочее время вместо того чтобы решать все один один но очень важный вопрос как улучшить нашу с вами жизнь жизнь тех кто их сюда на эти теплые местечки избрал но меня братцы мои не это даже сейчас волнует а волнует меня вопрос вопрос чего же можно ждать в загнанном в тупик под патронажем члена ЛДПР губернатора Смоленской области Островского деле об убийстве Влада Бахова если фракция ЛДПР в Госдуме в полном составе под председательством своего лидера родила такой дьявольский дьявольский повторяю законопроект между тем в подсчете о работе фракции ЛДПР в Госдуме за 2012 год это тот год когда родился этот законопроект я читаю 2012 год был одним из самых плодотворных для депутатов фракции ЛДПР за все 20 лет работы в Госдуме 20 лет не могли ничего подобного сочинить а тут выдали и далее и далее читаю они выступили со множеством важных для России законодательных инициатив как вы друзья считаете важной для вас эта инициатива была о принесении при отправлении культов религиозных насильственных жертвоприношений людей и животных добавлю лишь что рассмотренный нами законопроект цель которого законодательно закрепить жертвоприношение путем насилия над людьми и животными во время религиозных обрядов пока пылится на полке архива но страшит вопрос и напрягает кто и когда извлечет его оттуда и снова пустит в дело а пока мне очень хотелось бы знать вот что неужели эти жертвоприношения производились в прошлом и производятся сейчас ну раз так сказать их хотели узаконить наверное они производятся только тайком подпольно мне интересует кто стоит за попыткой ЛДПР легализовать и узаконить это страшное действие сколько и кому наконец было проплачено из каких средств за протаскивание этого безумного проекта через Госдуму найдет ли кто-нибудь когда-нибудь ответ на этот вопрос и еще и еще а не мог ли наш дорогой и любимый Владик Бахов стать одной из жертв безумных адептов культа с вами был Евгений Гордеев из просто из Смоленска всего нам всем доброго пока но только вместе мы сила с с как с и с с Продолжение следует...